Доброе утро! С вами Елена Краева и Наталья Гончарова. Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Здравствуйте! Как всегда, сегодня будет много интересного, так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. Встречайте новый день! Приятные хлопоты! Андрей Иванов вручил ключи от новых квартир жителям нашего округа. Капитальный ремонт. Детский сад «Василек» на улице Маршала Березова уже осенью примет детей. Уборка мусора на дорогах. Какие акции проводят экологи Одинцовского округа в материале ОТВ? Про округ. О тайных и необычной истории села Яскино в репортаже нашего корреспондента. В этот день, 126 лет назад, шведский воздухоплаватель Соломон Август Андре с двумя друзьями поднялся в небо на воздушном шаре «Орел» с датского острова Шпицберген. Это была первая попытка исследовать Арктику на аэростате. Для управления летательным аппаратом его оснастили парусом, который крепился к сложной системе тросов. Но при подъеме оборвались три гайдропа, и воздушный шар стал практически неуправляемым. С помощью попутного ветра «Орел» пролетел около 480 километров. В итоге Андре решил прекратить полет, опустив шар на лед недалеко от цели экспедиции – Северного полюса. Что еще произошло в этот день в истории, смотрим прямо сейчас. 11 июня 1998 года в Москве состоялось открытие всемирных юношеских игр. В спортивном состязании приняли участие ребята из 131 страны по таким направлениям, как баскетбол, борьба, волейбол, гимнастика, дзюдо и теннис. Всего 14 видов спорта. Игры проходили на лучших спортивных базах Москвы – от столичного стадиона «Лужники» до площадок в подмосковных городах Селятино, Химки и Щелково. Всего на играх разыграли 523 комплекта медалей, 124 из которых достались российским спортсменам. Игры продолжались 9 дней. В этот день, 49 лет назад, нашли знаменитую китайскую таракотовую армию. Летом 1974 года в окрестностях города Сиань местные крестьяне копали колодец и наткнулись на обломки фигур воинов. Находка привлекла внимание археологов, и они развернули масштабные работы. Таракотовая армия – это захоронение по меньшей мере более 8 тысяч полноразмерных статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора Цинь Шихуанди. В свое время он починил себе все царства Древнего Китая, создал в 221 году до н.э. первую в китайской истории империю и приказал возвести Великую Китайскую стену. Со временем комплекс гробницы Цинь Шихуанди ЮНЕСКО включило в реестр объектов мирового культурного значения. Ежегодно 11 июля отмечают вкусный праздник – День шоколада. Его придумали и впервые отметили французы в 1995 году. По некоторым данным, первыми научились делать шоколад ацтеки. От них пошло название – «пища богов». Именно так переводится с латыни название шоколадного дерева, на котором растут какао-бобы. В свою очередь испанские конкистадоры называли лакомство черным золотом. Они были уверены, что, употребляя шоколад, человек становится сильнее и выносливее. В Россию вкусный продукт вместе с кофе привез Петр Первый. Также сегодня отмечают День художника по свету и Всемирный день народонаселения. 11 июля 1903 года родился советский разведчик Рудольф Абель. Так, в США его отправили для получения информации об атомных объектах. За успешную работу в 1949 году его наградили орденом Красного Знамени. Но через несколько лет советского разведчика арестовали агенты ФБР. Его приговорили к 30 годам тюрьмы. В 1962 году Абеля обменяли на американского пилота Фрэнсиса Пауэрса, осужденного советским судом за шпионаж. В итоге Рудольф Абель смог вернуться к работе в центральном аппарате и стал одним из тех, кто в дальнейшем готовил молодых разведчиков. Также 11 июля родился известный американский ученый в области психологии и искусственного интеллекта Фрэнк Розенблад, актриса Екатерина Вилкова и актер-сценарист и продюсер Алексей Базанов. И к новостям нашего округа. Повышение качества жизни в округе – ключевой фактор, определяющий развитие муниципалитета. Одно из важных направлений в этой сфере – это переселение граждан из аварийного жилья. Так, дом номер 5 по улице Институт был признан аварийным. Теперь его жильцам глава округа Андрей Иванов вручил ключи от новых квартир. Репортаж Полины Баховой. Какая прелесть! Я первый раз. Но вот такого мы точно не ожидали. Семья Безбородовых впервые увидела свое новое и такое долгожданное жилье. Сдерживать эмоции было трудно. Всю жизнь они ютились в маленькой квартирке в старом доме номер 5 по улице Институт. Старая квартира попала под снос. Жилье ветхое. И вот нам дали такое. Мы, конечно, такого не ожидали. Очень нравится. Очень все прекрасно сделано. Все красиво. Но замечательная квартира. Хороший муниципальный ремонт. Есть все необходимое для проживания. Электроплита, ванная, сантехника. Маленькая Вера в восторге от балкона в своей комнате. А бабушка от просторной кухни. А здесь, пожалуйста, нужно свадьбу гулять. И стол большой поставить. Все можем сразу сесть за одним столом. А то по очереди кушаем. Ключи от новых квартир им вручил глава муниципалитета Андрей Иванов и поздравил новоселов. Я хочу пожелать вам долгих-долгих счастливых лет у новых квартир, чтобы они действительно по-настоящему стали для вас родным гриблетным домом. И чтобы новая квартира, это новая страница, это новый этап вашей жизни, который приносил вам только радость, счастье и благополучие. Для этого администрация округа совместно с органами прокуратуры сделали все возможное. Судьба жилого комплекса в Малых Веземах была непростой. Сейчас переселение проходит через приобретение жилых помещений в доме в муниципальную собственность. В прошлом 2022 году мы все-таки на межведомственной комиссии признали дом 5 аварийным и подлежащим расселению. И вот сегодня как раз первые 13 квартир, это 28 жильцов, получили ключи в новостройке микрорайона Высокие Жаворонки. Всего предусмотрено расселение 61 семьи. Это 175 человек. Пять собственников решили получить выкупную стоимость жилья и уже получили свои денежные выплаты. Полина Бахова, Станислав Трифонов, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Детский сад Василек на улице Маршала Бирюзова уже осенью примет детей. Сейчас подрядчик проводит капитальный ремонт учреждения. После него детсад 1972 года постройки изменится до неузнаваемости. Глава муниципалитета посетил стройку и узнал сроки окончания работ. Подробности в нашем следующем материале. Обновленный детский сад распахнет свои двери для 305 малышей уже этой осенью. Делаем полностью капитальный ремонт всего здания. Внутренняя отделка, кровля, воду устройства, новое оснащение, замена окон. Полностью все до голых стен и заново собираем. Что по контракту, какому сроку, можно сказать? По контракту до конца года. Но мы, естественно, подрядчика с первых дней предупредили, что до 1 сентября объект должен быть сдан. Детский сад номер 55 «Василек» работает с 1972 года. Сейчас это дошкольное отделение Одинцовской гимназии номер 7. Ремонтируют его по нацпроекту «Демография». Общая площадь здания составляет 1600 квадратных метров. Совсем скоро детский сад на улице Маршала Бирюзова изменится полностью. Капитальный ремонт коснулся не только внутреннего, но и внешнего вида здания. На сегодняшний день строительная готовность объекта 20%. На данном этапе у нас выполнен полностью демонтаж. Демонтаж перегородок, штукатурки, полов, кровлю демонтировали. И ведутся отделочные работы. Устройство стяжек, замена перегородок. Заново выкладываем некоторые перегородки и оштукатуривание. Также ведутся работы по кровле. Выполнено утепление кровли и готовим кровлю под заливку стяжек. Работы сейчас выполняют 40 человек с применением двух единиц строительной техники. Их задача в максимально короткий срок подготовить детский сад к началу учебного сезона. Поэтому по мере необходимости количество строителей будут увеличивать. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». К новостям региона. В минувшие выходные мероприятия «Семья Лето Парк» посетили около 20 тысяч человек. Оно прошло почти в 60 подмосковных парках. Для гостей провели концерты, детскую анимацию, семейные квесты, мастер-классы и многое другое. Ну а далее смотрим рубрику «Новости региона». В Подмосковье сотрудники госавтоинспекции совместно с волонтерами патрулируют дачные кооперативы, деревни, места массового отдыха с целью пресечения и профилактики правонарушений. В летний сезон многие пользуются велосипедами, средствами индивидуальной мобильности, самокатами и скутерами. Последними разрешено управлять с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М». Региональный центр управления госавтоинспекции просит жителей сообщать о фактах нарушения детьми правил дорожного движения и нахождения детей на дороге без присмотра взрослых по телефону 8-495-688-8171 или по единому номеру 112. В Подмосковье услуга получения бесплатных путевок в детский лагерь предоставляется онлайн. Исключен шаг сверки документов в МФЦ, и теперь их список сокращен с 8 до 3. Бесплатные путевки в лагерь или санаторий предоставляются льготным категориям граждан. Встать в очередь можно на региональном портале госуслуг с помощью ЕСИА. Ответ придет в личный кабинет в течение 7 дней. Многодетным семьям и детям погибших военнослужащих предусмотрена компенсация за приобретенную путевку. Она составляет до 90% от стоимости в зависимости от размера дохода семьи. Деньги поступят на банковские реквизиты, указанные в заявлении. Функция вызова врача на дом является одной из самых востребованных. Оформить ее можно через мобильное приложение системы 112. Необходимо перейти в раздел «Вызов врача на дом», ввести номер полиса и дату рождения, выбрать удобную поликлинику, указать контактные данные и адрес для отработки вызова. С помощью приложения пользователи также могут оперативно сообщить о случившемся, вызвать экстренные службы, видеть движение скорой помощи и аварийной службы газа, знать местоположение родных и близких, найти на интерактивной карте и построить маршруты до различных социальных служб, ознакомиться с инструкциями по оказанию первой помощи, следить за объявлениями экстренных служб Московской области. Губернатор Андрей Воробьев проводит регулярный мониторинг обращений жителей Подмосковья и оперативно принимает меры по их решению. По его словам, общее количество жалоб снизилось за исключением обращений по поводу мусора на обочинах. Как с этим обстоят дела на дорогах Одинцовского округа в материале Полины Баховой. Жалоб на загрязнение территории вдоль дорог не становится меньше. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, основной причиной экологической проблемы остаются сами люди. Единственный способ избежать ухудшения ситуации – каждому бережнее относиться к природе и выбрасывать отходы в специализированных местах. Самый распространенный ответ на вопрос – это не мусорить. Я очень надеюсь, что каждый из нас также с ним согласен. И в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. Экологи Одинцовского округа уже пятый год проводят акции по сбору и вывозу мусора с различных территорий, водоемов, парков, общественных мест, обочин, дорог. По их наблюдению, чаще всего на проезжую часть выбрасывают отходы от фастфуда. Точки общепита, пиццы, гамбургеры и прочее, которые, к сожалению, люди вместо того, чтобы либо убрать и выбросить мусор, почему-то считают нужным обязательно выбросить долю обочины. Увеличение количества мусора связано и с деятельностью подмосковных СНТ. Как оказалось, у многих садоводческих товариществ нет договоров по сбору и вывозу отходов. Это приводит к стихийным мусорным свалкам. Губернатор взял проблему под личный контроль и поручил привлекать к ответственности руководителей населенных пунктов, где необходимые договоры не заключены. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». К новостям столицы. В Москве реконструируют музей современной истории России. Он расположен в центре города на Тверской. Работы коснутся только нового здания учреждения. Объект культурного наследия, ансамбль «Английский клуб» останется нетронутым. В московском правительстве уверены, что реконструкция музея превратит его в одну из основных точек общественного притяжения. О других новостях Москвы расскажем в нашей следующей рубрике. В столице продолжается работа по обновлению центральных станций метро. До 28 июля будут закрыты входы и выходы на Сретенском бульваре и Трубной. А 15 и 16 июля – выходы номер 5 и 6 на Чкаловской. 22 и 23 июля ограничат движение поездов между станциями Марьино-Роща и Чкаловская. На участках очисят и покрасят потолки и своды, отшлифуют мрамор, уберут кабельные линии за стены, а также проведут другие работы. Выбрать альтернативный маршрут можно на едином транспортном портале Москвы и в мобильных приложениях «Московский транспорт» и «Метро Москвы». Проблем с водой не будет. Водохранилища столицы заполнены в нужном объеме для бесперебойной работы. Вода поступает из 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской систем. Они заполнены на 84 и 76 процентов. И это несмотря на жаркую погоду с середины июня. Этих резервов достаточно для стабильного водоснабжения города, независимо от погодных условий. При этом за качеством воды в Москве специалисты следят круглосуточно. Ее состояние анализируется по 184 физико-химическим, микро- и гидробиологическим показателям. До 26 июля в столице можно посетить гастрономический фестиваль «Вкусы России». Для москвичей и туристов работает 26 площадок в разных районах города. Гостей фестиваля ждут блюда и товары со всей страны. Также проходят мастер-классы художников, ремесленников и шеф-поваров. В художественной мастерской на Тверской площади можно подробнее узнать об истории из жизни народов нашей необъятной родины. В парке Горького всех желающих научат рисовать акварелью, гуашью и карандашом. А в научной студии на Городецкой улице посетители попробуют свои силы в 3D-моделировании. Вы смотрите «Утро на ОТВ». Далее в программе вы увидите Про округ, о тайнах и необычной истории села Яскино в репортаже нашего корреспондента. Праздник с размахом. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха отпраздновали День семьи, любви и верности. На западном выезде из Одинцово расположилось село Яскино. Когда-то это место стояло в одном ряду с самыми знаменитыми усадьбами. Им управляли люди с такими известными фамилиями, как Ягужинский, Демидов, Корзинкино. Бывал там и Левитан. О тайнах и необычной истории Яскино смотрите в сюжете Полины Баховой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В работах в 80-х годах здесь был найден колокол от этого храма, который сейчас хранится в Одинцовском музее. Сегодня село Яскино является частью Одинцова. Зоя Алексеевна живет здесь 13 лет. Уже не существует старинного пруда, разрушаются необычные домики, фруктовые сады зарастают сорняками. Но она помнит, как на этом месте кипела жизнь. Вот там в конце деревни называли как бы площадкой танцевальной. И остров, например, был. А после острова была вода. Там были проложены эти самые, ну, из дерева эти. На стилы. На стилы. Вот туда ходили на танцы. А потом все это там поломали, все. И выходили? Я ходила. Жить здесь было очень престижно. В селе работала большая двухэтажная школа собственной котельной, где учились ребята со всей округи. Последняя страница этого села связана с заводом имени Хруничева. Как мы знаем, один из таких передовых заводов, который внес огромную лепту в освоение космоса. Здесь строились такие немецкие домики, кто-то говорит финские домики. Называют по-разному. По-разному, да. Это 50-е годы. Для работников этого завода, вероятно, для непростых работников этого завода. Ни господский дом, ни храм, ни оранжерея Софьи Корзинкиной, последней владелицы села, до наших дней не дошли. Давно закрыта и школа. Так называемые финские домики тоже станут историей. Подробнее об интересных фактах села Яскино смотрите в нашей программе про округ. Полина Бахова, Артем Ломоносов, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. К новостям России. С 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на легковушки, легкие коммерческие автомобили и автобусы, ввозимые в Россию для перепродажи в течение года. Индексация не затронет физических лиц, которые импортируют автомобили для личного пользования с двигателем объемом до 3 литров. О других новостях России расскажем далее. Регион России получит более 1,3 миллиардов рублей на создание инфраструктуры в новых жилых районах. С помощью федеральной субсидии можно будет построить десятки объектов, в том числе детский сад, школу, автомобильные дороги и очистные сооружения. Деньги направят в 9 регионов страны. Это республики Бурятия, Мариэлл и Татарстан, Краснодарский край, Новгородская, Свердловская, Смоленская, Тверская и Челябинская области. Всего же в 2023 году на мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства в федеральном бюджете предусмотрено более 22 миллиардов рублей. В российских городах появится отделение Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Сегодня эта общественная организация представлена в 67 регионах, в нее входят свыше 100 тысяч человек. Привлечение талантливой молодежи в исследовательскую и изобретательскую сферу – одна из важных задач десятилетия науки и технологий. Ведь труды ученых, инженеров, изобретателей и рационализаторов создают новые возможности для повышения качества жизни в стране. Поэтому для развития студенческих стартапов и технологических проектов в 2023 году государство выделило полтора миллиарда рублей. В России пройдет восьмая Всероссийская неделя охраны труда. Участники мероприятия соберутся в Сочи с 26 по 29 сентября в Парке науки и искусства «Сириус». Главная тема форума – цифровая трансформация в социально-трудовой сфере. Ведущие российские компании представят свои практики по формированию безопасных условий труда на производствах. Кроме того, внимание уделят вопросам психологического здоровья сотрудников, изменениям рынка труда и системы образования, вопросам применения информационных технологий. Свадебный бум, мастер-классы, праздничные концерты и много-много ромашек. 8 июля в России отметили День семьи, любви и верности. Праздник связан с именами святых Петра и Февронии, покровителей брачных уз и института семьи. Многие верят, что браки, заключенные в этот день, будут крепкими и счастливыми. Мероприятие прошло в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Чем удивляли гостей, узнала наша съемочная группа. Любимая мамочка. Любимая мамочка. Сама любимая мамочка. Когда слова, даже в игре, и те о самом главном – о любви. Поздравления и теплые речи звучат на каждом углу. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха многолюдно. Праздник в День семьи, любви и верности создают не только организаторы, но и сами жители. Здесь и танцы, и игры, и беспроигрышная лотерея. Кто развлекаться не любит, может поучиться. Площадки для изучения иностранного языка и окружающего мира сегодня пользуются особой популярностью. Я считаю, что это идеальный способ изучения природы. Прививает детям, во-первых, усидчивость. Они следят долго, наблюдают, как это ловушка работы. Во-вторых, прививает интерес, наблюдательность. Вокруг себя искать каких-то насекомых. Посмотреть потом, что получилось. Это прям такой исследовательский проект получается. Дети пристроены, родители спокойны. Главными героями сегодня становятся не только молодожены, но и те, кому удалось пронести чувства сквозь долгие годы. На праздник пришли большими семьями. Угощались пончиками, танцевали, пели. В общем, очень задорный, классный праздник получился. Спасибо огромное. Создавали атмосферу аниматоры и, конечно, творческие коллективы Одинцовского округа. Праздник получился незабываемым. Гости парка долго не расходились. Сегодня им еще раз напомнили, что их чувства вне времени и пространства. Алтына Урумбаева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. К мировым новостям. В турецком Измире стартовал шестой международный фестиваль оперы и балета «Эфес». За две недели покажут пять избранных постановок Государственного театра. Площадкой для представлений станет территория античного города с одноименным названием. Зрители уже посмотрели премьеру балета «Спящая красавица» на музыку Чайковского. А завершит программу опера Лючи Делмермур итальянского композитора Гаэтана Деницетти. О других мировых новостях расскажем далее. Пластыри с клетками крови создали ученые из России и Чехии. Биоинженерные конструкции, которые ускоряют заживление ран, исследователи разрабатывают уже несколько лет. Эти материалы помогут при лечении язв у людей с диабетом и другими хроническими заболеваниями. Шансы использования специальных пластырей в лечебной практике довольно высоки. Эксперименты на животных прошли успешно. Пленки сделаны из биоразлагаемого полимера поликопролактона. Внедрение в клетку этих материалов позволит значительно снизить стоимость лечения и улучшить качество жизни больных. Китайские ученые испытали материал, который защитит ледники от таяния. Ученые провели первые полевые эксперименты. Они расстелили на поверхности тающего ледника Дагу на юго-западе Китая специальную пленку. Покрытие отражает солнечные лучи обратно в атмосферу, защищая от них массивы снега и льда. В сентябре пленку снимут, чтобы оценить эффективность новой технологии. Ранее проведенные исследования показали, что покрытие частей ледников специальными материалами может уменьшить таяние льда на 50-70%. В США палеонтологи нашли окаменелость возможного предка позвоночных возрастом 500 миллионов лет. Речь идет о самых древних на сегодняшний день отпечатках тела со следами мышц существа под названием асцидия. У этих древнейших представителей хордовых был внутренний скелет, хорды и нервные трубки. Считается, что из этих органов в ходе эволюции сформировались центральная нервная система и позвоночник животных. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 14-16 градусов тепла, ночью около плюс 12. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Деомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале про округ. Ну, с новостями молодежной редакции вы, как всегда, можете познакомиться в телеграм-канале про молодежь. Если же вы стали очевидцем происшествий или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. С вами была Елена Краева и Наталья Гончарова. Мы желаем вам всего самого доброго, удачного рабочего дня и, естественно, отличного вечера. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова